Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Точка зрения». После теракта в Крокусе проблема миграции попала снова в фокус внимания государства. И пока из него не выходит. В Госдуму внесены целых 28 законопроектов, ужесточающих правила миграции. Депутаты Госдумы рассмотрят их в ходе осенней сессии. И в последнее время, как мне кажется, в России в ходу несколько легковесная тенденция. Власть думает, что одного принятия законов достаточно для того, чтобы решить проблемы, которые зрели годами, даже десятилетиями. И сегодня у нас в студии Абухов Сергей Павлович, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, за вопросом общественных и религиозных объединений фракция КПРФ. Доктор политических наук. Добрый день, Сергей Павлович. Добрый день. Журавлев Дмитрий Анатольевич, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета. Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Димчук Артур Леонович, завкафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Доктор политических наук, кандидат философских наук. Добрый день. Добрый день. И Соболева Ирина Викторовна, заведующая Центром развития человеческого потенциала Института экономики РАН, доктора экономических наук. Добрый день, Ирина Викторовна. Ну и первый вопрос, наверное, к Сергею Павловичу, как депутату Государственной Думы. Ну вот аж целых 28 законопроектов будет внесено в Государственную Думу. Все они посвящены регулированию миграции в России. Ну и судя по настроению, некоторые ваши законодатели, вообще законодатель в целом как институт, настроены очень и очень решительно. Вот как вы считаете, во-первых, можно ли решить вот эту проблему одними вот этим принятием закона? И какую позицию фракция КПРФ занимает? Вы правы, проблема возникла не сегодня. Проблема миграционная, а я бы назвал ее не миграционная, а народозамещение. То есть политика народозамещения, государство образующего русского народа, проводится более 30 лет реализации вот этого пресловутого проекта вхождения России в Европу. Членство России в глобалистских структурах и присяга нашей правящей элиты этим структурам подразумевало изначально вот это пресловутое народозамещение и вписывание в эти тренды по миграционной политике, которые характерны в том числе и для Европы, Соединенных Штатов, для всего так называемого Первого мира. Поэтому говорить о том, что вот вдруг проснулись, как там Вия, поднимите мне веки, подняли веки нашему правящему глазу, и он увидел, о ужас, ужас, ужас. Это следствие той политики, которую проводили 30 и больше лет. Я в свое время, еще, по-моему, то ли в пятом или в шестом созыве, вносил, когда только произошло первое обострение этой проблемы. Мы, кстати, собирали тогда огромное количество подписей о введении трудовых виз. Значит, законопроект заблокировала «Единая Россия» со свистом и улюлюканьем. Значит, ну, нам говорят, теперь у нас единое трудовое пространство, евразийское экономическое сообщество, не нужны трудовые визы, но никто не отменяет необходимость регулирования потоков рабочей силы, пускай это будет по-другому. Сейчас нам объявляют, что с 2025 года, наконец-то, правительство, вот на днях было целое совещание в правительстве, они запускают систему, наконец-то, идентификации мигрантов. То есть, оказывается, можно спокойно поменять документы, поменять паспорт. Если ты даже где-то в какой-то базе числишься как нарушитель преступник, то спокойно обходить эти ограничения. То есть, теперь с 2025 года вроде бы какие-то наведения элементарного порядка здесь будет. А все-таки вот КПРФ, вот по этим 28 законам, которые будут вноситься, какая позиция? Я пока рассказываю о том, что мы вносили с 2005-2006, я как автор этих законопроектов, я автор законопроекта о том, что необходимо сделать невыгодным привлечение иностранной рабочей силы для российских работодателей. Почему? Есть, устанавливаются соответствующие, скажем так, тарифы, допустим, на те же пенсионный фонд, фонд социальной защиты и так далее. Все эти социальные фонды предлагалось ввести дополнительные выплаты для российских работодателей. Тоже отвернуто. Вот сейчас господин Бастрыгин внес соответствующее предложение. Я направил, кстати, в правительство Мишустину 18 предложений, которые направил в Госдуму Бастрыгин. Для чего? Потому что Государственная Дума принимает решение по миграции только лишь после положительного заключения правительства. Я поэтому и спросил Мишустина, а как вы к этому относитесь? Вот одно из предложений, кстати, Бастрыгина, кроме вот этой всей системы идентификации, это не обвести необходимый налог на тех работодателей, которые, ну скажем так, сверх лимитов, не санкционировано будут привлекать иностранную рабочую силу. Ключевой вопрос, а сколько иностранной рабочей силы нам надо? Мы же говорим не про атомщиков, не про ядерщиков, не про айтишников, которые валом валят нам из республик Средней Азии, а мы говорим про низкоквалифицированную рабочую силу. Когда Владимир Владимирович обещал нам 25 миллионов высокотехнологических мест, я постоянно кричу «Ау, партия власти, где 25 миллионов высокотехнологических мест?» Тогда бы не говорили, что нам нужно 15-16 миллионов мигрантов, если бы у нас были решены. То есть проблема не только в том, сколько представителей, ну скажем так, избыточного трудовыми ресурсами населения Ферганской долины заедет в Российскую Федерацию. Проблема в том, что они здесь востребованы и очень удобны для нашего олигархического капитала, которые используют их в роли, как там, классические марсистские понятия, да, штрейкбрекеров, для понижения стоимости рабочей силы. Вы знаете, что еще по поводу того огромного перечня законопроектов? Вот нельзя мигрантам, а ЛДПР внесла законопроект, приезжать с семьями. Ну, вообще-то, соответствующую поправку вносил депутат Матвеев от КПРФ. И ЛДПР, и Единая Россия под барабанную дробь благополучно проголосовали против этой поправки. А теперь вот белые и пушистые вносят этот законопроект. Я просто хочу сказать, что мы имеем лицемерие правящего большинства, которое иногда, мне кажется, на проблему миграции пытается отвлечь общество. Дмитрий Анатольевич, к вам вопрос. Вот Сергей Павлович сказал, что, ну, как бы, я перефразирую, жареный петух клюнул в одно место, и у нас после Крокус-Сити, когда, так скажем, страшные жертвы, и вот эта проблема стала совсем уж острая, начали, зашевелились и начали как-то действовать. Ну, Дмитрий Анатольевич, почему раньше правительство, как многие считают, смотрело сквозь пальцы на эту проблему? Во-первых, это не первый раз. У нас был Норд-Ост. Хотя там были не мигранты, а кавказцы, но тогда уже этот вопрос вставал, а как с мигрантами будет? Все, волна прошла, все успокоились. Сейчас будет то же самое. Мигранты нужны не для экономики. У меня всегда ставит тупик эта формулировка. Нам не хватает. Для чего нам не хватает? Для отчетных цифр? Мигранты нужны для того, чтобы сохранить структуру экономики. Значительная часть наших бизнесменов, так того, боится. Они слишком сложно устроены. А вот людей с лопатами очень даже хорошо принимают, потому что с ними удобно. Но это не значит, что для экономики нужны люди с лопатами. Для этого уровня производственной культуры и организационной структуры нужны люди с лопатами. Если мы будем воспроизводить вот этого бизнесмена, который умеет только... Купцу считать не надо, купцу считать надо, как говорили в знаменитой Хануме, то оно так и будет воспроизводиться. И никакие наши с вами усилия не помогут, потому что, во-первых, там, где дело касается прибыли, там вообще не остановишь. А во-вторых, вы где-нибудь видели в нынешней России, кроме бывших советских, обустроенные границы? Как мы их будем останавливать, даже если мы примем решение их не принимать? Каким техническим способом? У нас нет границ с Казахстаном. Не потому, что кто-то виноват, наши или казахи. Их просто не было исторически. Потом их решили не создавать. Ради справедливости из Казахстана не такое большое количество мигрантов. Потому что у меня жизнь в Казахстане выше, чем в Узбекистане. А через Казахстан... Да, понятно, что казахам уже не выгодно ехать к нам в миграцию. Спасибо. Наш уровень жизни уже примерно дорос до ихнего. Не, ну можно завести до Таджикского, вообще никто не поедет. Но как-то людей жалко. Понимаете? Поэтому дело не в законах. Дело в структуре экономики. Она у нас в времен первоначального накопления капитала. Вообще, по-моему, никогда в реальности экономики по капиталу Макса не было. Мы единственная страна, которая сумела его построить. И к этой экономике миграция будет продолжаться. И ничего мы здесь не сделаем. Хотел бы я следующий вопрос Артур Леоновичу задать. Вот тут много было сказано цифр. И вот Сергей Павлович озвучил цифру где-то 14 миллионов. Ну вот по статистическим данным... Давайте пока опираться на официальные цифры. 14,5 и 16,5 миллионов человек. Но я напомню, это порядка 10% всего населения нашей страны. И кто это такие? Это люди другой культуры, мировоззрения. Это уже не те, так скажем, мигранты, которые получали такие же советские граждане наше образование. Это уже совершенно другие молодые люди с другими ценностями. Русский язык мало кто знает. Ну и вообще существуют две точки зрения на этот вопрос. Одна точка зрения, вот как сказал Дмитрий Анатольевич, что это вот такая структура экономики. И что вот у нас без этих людей ничего не получится. Вот этого я не говорил. Что про структуру экономики вы сказали. Да, но то, что без нее не получится... Нет, ну это от точки зрения не ваше, но она существует. Особенно от власть бредержащих. Да, вторая это, что вообще мигранты, они нам не нужны, что вообще они отнимают рабочие места, совершают преступления, давят на социальную сферу. Вот какая вам ближе точка зрения? Ну, я бы не согласился ни с той, ни с другой точки зрения. Это две крайности, две стороны диалектического противоречия, я бы сказал, и выражение известного уже многостолетнего конфликта между трудом и капиталом. Понятно, что интересы капитала в пользу второй точки зрения, что нужны мигранты, нужно снижать издержки производства. Если необходимо для снижения издержек производства и повышения конкурентоспособности товаров снижать расходы на рабочую силу, давайте привозить мигрантов, и, соответственно, они нам помогут. И опять же, консервируем ту модель развития, которая у нас есть. С точки зрения человека, который продает свой труд, хочет найти работу, конечно, человеку больно смотреть на то, что приезжают люди, которые сбивают цены на рабочую силу, которые готовы работать за 50% зарплаты и так далее. Я знаю примеры, когда, не буду сейчас называть, в одном московском парке был такой случай, когда вместо 30, скажем так, иностранных рабочих наняли четверых москвичей. Но зарплату повысили им с 30 тысяч в месяц до 100 с чем-то. Но фонд зарплаты остался тот же самый. И эти четверо выполняют работу не хуже, чем те 30, которые там с граблями и лопатами, потому что механизация, соответственно, какие-то технические средства используются. Проблема действительно, как уже было сказано, в производительности труда. Если будет низкая производительность труда, мы застрянем в этой ситуации, когда нам нужно будет просто больше рабочей силы для этого. Особенно то, что касается низкоквалифицированной работы и так далее. Поэтому здесь действительно должно государство, руководствоваться или следовать не, я бы сказал, такому реактивному стилю политики. Пока проблемы нет, не надо ее решать. Проблема возникнет, мы ее решим, там где-то потушим какую-то ситуацию, и дальше будем ждать. Нужно здесь упреждающее, нужно прогнозировать, что нам нужно вообще, какая экономика нам нужна, какое развитие будет дальше. Тем более, если мы видим, что демографическая ситуация ухудшается. Я точно знаю, что у нас люди готовы из регионов приезжать в Москву на те работы, которые сейчас делают мигранты. Но если зарплата будет достойная, зарплата будет достойная, а не та, которую сейчас платят мигрантам, соответственно, для того, чтобы просто снизить эти издержки производства. То есть, если будет нормальная государственная политика и экономическая политика, и миграционная политика, ну, здесь еще, я думаю, что позже у нас будет возможность обсудить другие вопросы, связанные с тем, как эти люди сюда попадают, какие нужны фильтры и так далее. Я тоже, может, об этом скажу. Но вот сама идея, что здесь должен быть не тезис, а антитезис, что либо нам вообще никто не нужен, либо нужно неограниченно пускать всех, кто хочет работать и кого наши работодатели берут. А здесь нужен некий синтез с участием государства регулировать, где нужно. Нужно и, значит, рабочие руки привлекать, но, опять же, с очень жесткой фильтрацией, соответственно, проверкой на знание языка, отсутствие каких-то криминальных следов за этим человеком. Да, да. И, соответственно, адресное, я бы это назвал, но это можно обсуждать долго, адресно должен быть оргнабор под конкретные виды работ на конкретные объекты, а не так, что человек приехал, два месяца поработал на стройке, а потом говорит, до свидания, идет там в разносчики, куда-то еще, нелегально чем-то занимается. Вот здесь, в этом большая проблема. Мы понимаем же, что еще вот эта миграция незаконная, она в том числе и рассадник коррупции и эксплуатации. Вот я бы хотел бы тогда следующий вопрос Ирине Викторовне задать. Вот все мы родом из многонационального Советского Союза. И мы помним, что вообще такой проблемы, как, так скажем, миграция, межнациональные какие-то стычки, организованная преступность, их практически не существовало. И если сравнить ту ситуацию с нынешней, то нынешняя ситуация это крайне плачевно, особенно в перспективе. Вот хотел бы спросить, вот Ирина Викторовна, почему такого не было? В чем главные причины, что тогда вот как-то это удавалось решить проблему и вообще ее не было, а сейчас вот такие проблемы нарастают? На мой взгляд, тут есть несколько факторов. Первый, в общем, ситуация-то была качественная, иная во всех отношениях. Первый фактор, который как бы базовый, заключается в том, что социально-экономическая система в принципе была другая. То есть был определенный уровень социальных гарантий, и этот уровень социальных гарантий в общем распространялся на все население страны. Люди жили достаточно безопасно, и вот стимулов менять место жительства, скажем, они в общем были достаточно в мере слабые. Потому как, ну, вы знаете, есть известная формула, что в принципе ни один человек не хочет со своей малой родины куда-то постоянно ее менять, куда-то ехать. Для того, чтобы человек сдвинулся, там сопоставляются издержки от того, что вы покидаете это место, да, и выгоды, так сказать, издержки, связанные с обустройством на новом месте, и выгоды, которые человек от этого получает. И вот этот первый, то есть до тех пор, пока более или менее человек может существовать там, где он родился, он скорее всего, ну, я беру в среднем, скорее всего, он там и будет жить. Может быть, уедет на какое-то время, потом вернется. И вот в Советском Союзе ситуация была именно такая. То есть, конечно, была миграция, ее стимулировали. Прежде всего, миграция квалифицированных кадров. Да, вы знаете, масса народу уезжала в другие республики и оставались там. И на, так сказать, общем вот этом поле Советского Союза чувствовали себя, в общем, неплохо. Второй момент, на мой взгляд, самый важный, заключается в том, что все-таки в Советском Союзе у нас, ну, была какая-то, был единый менталитет, была общность. Вот чисто из своей практики. Однажды на международной конференции я там была, я приехала из России, приехала девочка из Израиля, которая эмигрировала туда, из Армении. И это был конец 90-х годов. И вот мы сидим на заключительном обеде, у меня сосед из Европы, у нее сосед из Европы, а мы сидим рядом. И мой европейский сосед мне говорит, а вот вы с Мариной, в общем, почти что соотечественники. Я ему, естественно, говорю, как это почти что, почему почти что. Мы выросли в одной стране, мы читали одни и те же книги, мы были воспитаны на одних и тех же идеалах, у нас вообще взгляд на жизнь одинаковая. Вот я эту тираду всю произношу, замолкаю и прислушиваюсь, что с другой стороны. И я слышу, что Марина там говорит моими словами то же самое. Она говорит, как, почему вы почти соотечественники? Мы соотечественники, мы же читали одни и те же книги и так далее. То есть вот абсолютно она уже 10 лет как жила вне России. Конечно, были национальные различия, но как бы вот вот это общий взгляд на жизнь, общие идеалы, то, что связывает отечественная война, то, что вместе, так сказать, предыдущее поколение, ну, в общем, и вот это все как бы в следующем поколении уже этого нет. И связующего языка нет. Ну, и третий момент, он, так сказать, тоже важный с моей точки зрения, он все-таки третий, заключается в том, что все-таки в Советском Союзе была, так сказать, достаточно развитая система контроля. То есть вот, конечно, там были неформальные отношения, их было достаточно много, но все-таки как бы вот контроль за людьми был. То есть было понятно, кто куда поехал, вот ты приехал, так сказать, нужно регистрироваться. Просто так, ну, в общем, как бы, несмотря на то, что тогда не было такого уровня цифровизации, как сейчас, тем не менее, понимание того, где, чего, как, кто, кто где находится, и кто чем занимается, оно на государственном уровне существовало. Сергей Павлович, вопрос как законодателю. Вот меня очень интересует, вот вы начали говорить о тех законах, которые должны в этом пакете быть приняты, или, во всяком случае, рассмотрены в Государственной Думе. Я напомню, что это низкоквалифицированным мигрантам привозить семью в Россию нельзя будет. Обязательная дактилоскопия при въезде, даже денежный сбор для пребывающих, он должен покрыть затраты, но в случае, если депортация произойдет, ограничение по времени пребывания в России, трудового договора и так далее, их там много, сейчас все не буду называть. Ну, по сравнению с тем, что было до этого, ну, можно назвать, что это такие очень жесткие, очень такие бескомпромиссные законы. Вот ваше отношение к тому, вообще это будет работать, этот закон, как правоприменение будет, и вообще, куда еще может качнуться вот этот маятник, особенно по отношению к семьям, пребывающих, потому что мы видим, сейчас их огромное количество ходит мигрантов с семьями. Еще раз напомню, что мы уже ставили этот вопрос об ограничении, скажем так, пребывания семьями, он упирается не просто в хотелки, то есть, я согласен с коллегами, должен быть оргнабор, если есть оргнабор, то определяется время, когда специалист приезжает, определяется место его проживания, как в той же Белоруссии, значит, и гарантии социальные, и определяется, конечно же, возможность или невозможность привезти сюда родных или близких, поэтому это уже, ну скажем так, последствия той государственной политики, которая должна проводиться. Вот все вот эти вот, скажем так, текущие меры, на мой взгляд, они, ну скажем так, бьют пока по хвостам, бьют пока по хвостам, то есть, государство должно определиться. Вот в тех предложениях, которые я в свое время отправил после крокуса господину Мишустину, ставился вопрос, что давайте разберемся, сколько нам нужно рабочей силы, какой, и какая у нас система учета тех специалистов, которые приезжают, почему вдруг у нас оказывается, что жители Таджикистана, там, сотнями тысяч получают российское гражданство по упрощенной схеме, а русских из той же, из того же Узбекистана или из Казахстана невозможно натурализовать их. Более того, мы видим эти скандальные решения судов по их высылке за какие-то мелкие там, правонарушения, связанные с учетом. Поэтому здесь пока у нас все поставлено с ног на голову в миграционной политике государства. Государство должно четко сказать, прежняя модель миграционной политики провалилась. Государство должно сказать, мы должны выйти из соглашений с международной организацией миграции. Извиняюсь, Единая Россия и все прочие парламентские партии проголосовали в 21-м году за вот это пресловутое присоединение России к международной организации миграции. По нему что? Мы беремся участвовать в проекте этой МОМ по инкорпорации в Российскую Федерацию ежегодно 300 тысяч жителей Средней Азии. Для какой проблемы? Не для экономики, а для решения проблемы бедности в этих государствах. То есть Российская Федерация на себя взяла обязательство привлекать вообще удивительно не просто рабочую силу, а жители целыми аулами для решения проблем бедности в этих государствах. Вообще удивительное дело, если посмотреть на сайте этой структуры, здесь заправляют ведомства внешнеполитические как Великобритании, так и Соединенных Штатов. В данном я говорю про Киргизию и про Таджикистан. И более того, они присылают для реализации этих соглашений в эти республики своих представителей, аниматоров, как это называется. Эти аниматоры проводят тренинги по сплачиванию вот этих вот общностей, которые переезжают в Российскую Федерацию для решения проблем своей бедности. Выбирают казначея, выбирают старосту для того, чтобы они не теряли связи в своих территориях. Вы же понимаете, что это государственная политика. Может быть, мы сначала донансируем вот эти соглашения с международной миграции и поставим крест на вот этой государственной политике, а потом уже будем бить по хвостам, потому что первопричина это все-таки в том, что делает наша власть, исполнительная власть. Я думаю, может быть, этот вопрос в новом созыве государственной, вернее, в новом созыве в новой сессии государственной Мы обязательно поставим этот вопрос при открытии в сентябре новой сессии, это однозначно. Но вы же понимаете, какая степень цинизма. С одной стороны, нам представители, исполнители власти, партии власти говорят о том, что это проблема, а с другой стороны, принимаются решения, которые, ну, скажем так, идут в прямо противоположном направлении. Поэтому если мы отказываемся от вхождения в этот проект, как там, у нас же еще недавно были эти про мультикультурализм, да, эти бесконечные, это опять же в рамках поощрения и народозамещения вот эти все проекты осуществлялись, давайте мы все-таки разберемся в основах государственной политики. Мы, я, кстати, требовал правительству, давайте примем хотя бы положение о трудовой миграции, для того, чтобы можно было понимать, какие цели и какие задачи здесь решаются. Пока все, как там, реактивная, вы правильно говорите, реактивная политика. Вот возникла проблема, вот если вот мы здесь решаем, мы здесь закачиваем, потому что удобно так для ЖКХ Москвы, удобно для, скажем так, народозамещения в Калужской той же области. Вы же посмотрите микроперепись, которая сейчас вот идет, я получаю отрывочные сведения, там уже до 20% этих русских малых городах Калужской области постоянно проживающих мигрантов. Это уже полностью смена картины. А, кстати, свежие данные по центральной России с 91-го года от 30 до 50% падения коренного населения в этих регионах за последние 30 лет. Это, конечно, катастрофа, Дмитрий Анатольевич. Вот Сергей Павлов сказал, коснулся регионов, но мы знаем, что около 30 российских регионов ограничили сферы, где мигранты могут работать, трудовые мигранты. Ну, теперь предлагается ввести аналогичные меры и на федеральном уровне. В частности, ограничить занятия определенными видами деятельности, в том числе медицины и образования, где миграция довольно-таки высокая. И ограничить для иностранных работников в компаниях норма в 5% от общей численности сотрудников. Ну, и так далее. Как вы смотрите на эту инициативу? Я вообще люблю мечты. Они приятные. И вообще получится ли это или нет? Вот. Главное, не что придумать. Это мы придумаем. Народ у нас талантливый. Главное, как это реализовать. Я не даром же по границу говорил о своем предыдущем выступлении. Если у вас нет границы, какие ограничения на въезд вы собираетесь делать? Кому? Да? Вам не хватает штампика о пересечении границы? Три рубля, и он ваш. Я цифру, естественно, называю абстрактную. Да? Вот. Кого угодно и сколько угодно приедет. Поэтому мысль об ограничении правильная мысль, но кто ее будет осуществлять? Вот Артур Леонидович правильно говорил о языке, о проверке знания языка. Сколько лет уже этому разговору? За 15 лет я отвечаю, может, и больше. Да? И русская православная церковь, разные общественные организации брались за проверки, за подготовку к русскому языку. Только что-то я не заметил, чтобы у наших узбеков лучше было знание русского языка. Вот у этих общественных организаций резко вырос уровень жизни. Это правда. А с русским языком все так же. Потому что зачем? Мучить сложно же. Вообще любая реальная деятельность дороже, чем имитационная. Поэтому во всех видах нашей деятельности ключевое – это имитация. Потому что прибыль ваша. Здесь вы коснулись вопрос русского языка. Я бы хотел бы Артур Леонидович спросить. Ну, вообще особенности нашей миграции в том, что там, ну, без сомнений можно сказать, что криминал прям вот идет в ногу с миграцией. Мы видели очень много проявлений этого криминала. Мы видели, что вот эти экзамены по русскому языку можно купить, справки, въезд. Там целая индустрия вокруг миграции, которая получает сверхприбыли и, соответственно, на этом незаконно кормится. Вот те законы, которые примет или будут внесены в Государственную Думу, они как-то вот с этим вопросом коррупции, преступности могут вообще справиться? Или опять, как говорит Дмитрий Анатольевич, это мечты? Вопрос, какие будут законы и как они будут соблюдаться. Здесь понятно, что все равно будут при принятии любого закона сталкиваются интересы, кто-то ломбирует одну формулировку, кто-то другую. Понятно, для бизнеса нужно, как говорил классик 100 лет назад, числом поболее, ценой подешевле. Бизнес, естественно, будет болезненно воспринимать, если это будут такие, что ли, как сказать, барьеры, дополнительные барьеры, и бизнес будет испытывать недостаток и потеряет свою прибыль. Но, эти законы могут сработать. Конечно, ни в одной стране, даже говорим, там Сингапур победил миграцию, там, понятно, это был вопрос выживания маленького островного государства, но практически во всех странах коррупция есть, задача минимизировать эту коррупцию. Что можно сделать? Это вот, может быть, рассмотрят наши коллеги, внести персональную ответственность. Если мы говорим о Боргнаборе, то можно вот эти... Персональная ответственность всех, кто связан с цепочкой, связанной с миграцией. Чтобы человек попал в Россию, нужно, я считаю, создавать такие центры оргнабора не здесь, когда работодатель просто приглашает и потом ни за что не отвечает, а эти центры переносить в наши представительства в этих государствах. А не будут ли вот эти представительства и вот эти центры подвержены тем же коррупциям? Вот, вот, персональная... Дмитрий Анатольевич, что можно сделать? Персональная ответственность каждого человека. Если мигрант попадает в поле зрения правоохранительных органов, совершил преступление, прослеживается вся цепочка. Кто ему дал разрешение на работу, кто его приглашал, несет ответственность, кто ему подписывал документ о сдаче русского языка и, соответственно, риск потерять работу и подвергнуться наказанию для тех людей, которые давали эти подписи за рубежом, здесь и так далее, я думаю, будет самым серьезным мотивом для сдерживания этой самой коррупции. Когда человек будет знать, да, подпишет он двум мигрантам за какие-то маленькие деньги, взятку минимальную, потом их поймают и тебя потом накажут, ты потеряешь работу и еще подвергнешься наказанию, хорошо, если административному, а не уголовному, человек 10 раз подумает, подписывать бумаги сомнительные или не подписывать. Вопрос к Ирине Викторовне. Вот тут ваши коллеги говорили о том, что существует коррупция, что бизнес заинтересованным, но мы же понимаем, что самый выгодоприобретатель всего вот этой эксплуатации мигрантов, это крупный бизнес, который фактически сюда завозит масса вот этих вот мигрантов, эксплуатирует, выбрасывает их потом на улицу. Мы видим, что вот к этому крупному бизнесу нет вопросов и у правопрохранительных органов, потому что это нога у кого надо нога. Некоторые критики говорят, что если крупный бизнес не будет заводить настройки или еще там в общий ПИД или куда-то еще вот этих мигрантов, что у нас все рухнет. Вы согласны с этой точки зрения и что с этим делать? Что с этим делать? Я сразу скажу, у меня нет ответа на этот вопрос. А с точки зрения с этой я согласна частично. Ну, во-первых, мигранты нужны не только крупному бизнесу. Потом, понимаете, вот есть такая вещь, как зависимость, ну, пастепентенс, да, зависимость от прошлого. То есть вот в траекторию какую-то мы вошли и вылезти из этой траектории, к сожалению, получается достаточно сложно. У нас сейчас в стране сложилась такая ситуация, что, в общем, даже на индивидуальном уровне мигранты потребны многим, потому что люди привыкли, что им как бы еду доставляют домой в готовом виде, вот самому до магазина дойти, это проблема большая. Кто будет доставлять? Курьер. Кто? Курьер. Мигрант. Есть большая проблема обслуживания нетрудоспособных пожилых вот этакая иконами, да? Сиделки, кстати, почти все. Сиделки. Вся эта система это практически полностью на мигрантах, там есть организации, а есть просто социальные сети. И готовы люди, то есть, я что хочу сказать, что вот сформировалась уже такая, так сказать, такая структура экономических механизмов, которая делает достаточно большую часть нашего российского общества заинтересованным в том, чтобы мигранты были. Тут есть еще вот эти социальные нормы. То есть, не всегда дело в том, что мигранты вытеснили, то есть, тут с двух сторон идет. С одной стороны, да, есть, так сказать, и работодателю удобно, с другой стороны, работодателю может быть даже все равно, но есть уже сформировались диаспоры, сообщества, сети, которые, лоббируют эти интересы мигрантов. Да, то есть, куда пойдет работодатель? Он же думает, так сказать, не о том, чтобы вот социальный климат в обществе улучшить. Ему рабочая сила нужна, он идет в тот источник, где ему легче нанять. А там уже стоит буфером вот эта организация, которая поставляет ему именно этих рабочих. У нас есть фрагмент недавней новостной передачи на красной линии, которая вышла, и про Белоруссию, как раз про системный подход. Давайте посмотрим. Госдума осенью рассмотрит 28 законопроектов по миграционной политике. Среди предложений серьезные ограничения на переезд в Россию, обязательная дактилоскопия и запрет на некоторые виды работ для иностранных граждан. Коммунисты не раз предлагали обратить внимание на опыт миграционной политики в Республике Беларусь. Съемочная группа «Красной линии» побывала на Комаровском рынке в Минске. Что увидели там корреспонденты, расскажем в нашем репортаже. Вы откуда прилетесь? Из Москвы. Москвичи наши родненькие, мирного неба. В Белоруссии все необычно со своей белорусской спецификой. К примеру, предприятие Минский Комаровский рынок сдает в аренду торговые места. Нюанс в том, что рынок государственный и это отражается на подходе к арендаторам, к пенсионерам, например. Пенсионеры и инвалиды у нас являются малообеспеченными категориями граждан. Для таких граждан у нас существуют льготы. У нас заключено соглашение с собственником с Мингородсполкомом и места таким гражданам предоставляются на безвозмездной основе для реализации ими продукции до 20 килограмм. Все арендаторы Комаровского рынка юридические лица зарегистрированы в Республике Беларусь. Но это не значит, что здесь не найти иностранных специалистов, особенно в сезон дынь и арбузов. На рынке можно встретить представителей Армении и Азербайджана. Приоритет идет из числа граждан Беларуси. Но, значит, подается в Центре занятости по населению заявление, если в течение месяца получается среди граждан Беларуси нет желающих, то я могу тогда нанять иностранного гражданина. Фикрат Фарзалиев один из таких граждан получил специальное разрешение на право заниматься трудовой деятельностью, работать продавцом. Чтобы у меня было работать спокойно. Вот такой оригинал у начальника, а так вот такое спецразрешение. Так а где это получать и как долго вот это приходится? Это ненадолго, где-то дни 15, в рабочие дни. Все заявление пишется, и все доделается, и все. Спецразрешение отдает одному человеку. Допустим, мне отдали, я не могу, не имею права ввести сюда своей родственникой, чтобы под мои спецразрешения встал работа. Законность приема на работу контролируется работодателем, в данном случае арендатором торгового места. Но и администрация рынка в том числе оказывает содействие контролирующим органам, таким как миграционная служба. О нарушениях миграционного законодательства мне неизвестно. На рынок такие документы и предписания не поступали, что кого-то отстранить от работы. Мое личное мнение, если они выдаются, то они выдаются руководителю того лица, которого они проверяют. О таких случаях мне неизвестно. И таких, может, вы имеете в виду рейды или еще что-нибудь такие масштабные, чтобы прям люди все это видели, не производят. В случае найма на работу иностранного специалиста работодатель обязан обеспечить его медицинской страховкой, зарплатой не меньше, чем у граждан Республики Беларусь и в случае нарушения законодательства билетом на родину. Раз попался, два, то есть я сам принимаю решение. Мне такой работник не надо, получается, потому что миграционная служба может приходить его проверять. Я его не могу депортировать, то есть это принимает решение именно определенной инстанции. То есть я его должен уволить, то есть согласно предписанию и сдать спецрешение обратно миграционного службы. Все стараются работать по закону, я уверена, более чем уверена, что так оно и происходит. И сами мигранты в этом заинтересованы, они тоже знают, где они работают, что тут не спрячешься. Ну, после этого сюжета хотелось у Сергея Павловича спросить, вы тоже, наверное, ходите по московским рынкам, вот скажите, нам до этого далеко? Судя по тому, какой ответ я получил от председателя правительства на свое предложение рассмотреть белорусский опыт, я думаю, что далеко. Господин Мишустин просто проигнорировал этот вопрос. То есть наша власть принципиально не собирается использовать, по крайней мере, даже на декларативном уровне белорусский опыт. Поэтому задача всех ответственных политических сил говорить и настаивать, вот есть опыт соседей, есть опыт союзного государства, в одном союзном государстве, давайте его использовать и наводить порядок в миграционной сфере. Еще раз говорю, прежняя миграционная политика провалилась, вернее, она не провалилась, она завершилась тем, чем на что была ориентирована, на народозамещение коренного населения. То есть если сейчас Россия борется за суверенитет, проводит ССО, выступает против глобального Запада, отказывается от этого проекта, то следствием этого должна быть кардинально новая миграционная политика. Артур Леонович, ну и все же про белорусский опыт. Ну, компактного проживания мигрантов в Беларуси нет, про миграцию мы только слышим, что кто-то проезжает через Беларусь и пытается потом уехать в Польшу или другие страны Европейского Союза. Там нету таких вот национальных анклавов, там нету такого понятия, как диаспора, там нет отдельно мигрантских школ и классов, которые у нас сейчас стали появляться. И они, если посмотреть, судя по тому, что происходит, сохранили вот эти советские такие традиции, которые были. Ну, я бы хотел, конечно, видеть нечто подобное у нас в стране, чтобы не быть таким голословным. Но, как вы считаете, кто мешает все-таки, чтобы вот этот порядок в миграционной сфере настал у нас в стране, и чтобы этой проблемы не было, как в Беларуси. Ну, то есть, вы меня как бы приглашаете ответить на вопрос, кто виноват. Конечно. У нас был вопрос сформулированный, кто виноват, что делать. Я бы назвал еще, если еще есть третий традиционный русский вопрос, который меньше известен, кто разрешил. Вот, виноват тот, кто все это разрешает. Кто разрешил. Да, кто разрешает вот эти неконтролируемые потоки. Ну, Беларусь мне близка, я сам наполовину белорус, общаюсь с своими родственниками, они в Борисской области живут, и они приезжают в Москву, я в курсе то, что там происходит. Белорусская модель, она эффективна, действительно, для Беларуси, но она противоречит основной парадигме нашего развития последних 30 лет, как свободный рынок, экономика свободная и так далее, такая вот развитие рыночной экономики. Вот это, она, можно сказать, более зарегулированная белорусская экономика, чем российская экономика. Но, но, там, как раз вот этот принцип соблюдается. Человек, который приезжает на работу в Беларусь, связан и привязан к конкретному работодателю. Там есть закон о тунеядстве. Если ты две недели без работы и тебя останавливают и видят, что ты приехал, ты мигрант, но нигде не работает, и что за это очень серьезные меры, вплоть до высылки из страны. Поэтому, если работодатель будет ответственен за всю цепочку от приглашения до, соответственно, проводить обратно человека, который свое отработал, проблем будет гораздо меньше. Если у нас будет такая же система, когда за все будет отвечать работодатель, который отвечает за приглашение, приезд, пребывание, там, медицинское обслуживание, семья, приглашение семьи и так далее, вплоть до того, пока человек отработает свой контракт и уедет, или продлится еще дальше, я думаю, здесь проблему тоже можно решить. Другое дело, насколько будет выгодно нашему бизнесу брать на себя вот эту дополнительную ответственность. Перед кем он будет ответственность? Да, во-первых, проверяющие органы должны быть. Чтобы была борьба с коррупцией, эффективная, должен быть независимый орган, который будет проверять, контролировать, у кого будут действенные меры санкции, невзирая на то, какой это бизнес, крупные, мелкие и так далее. То есть, это вот целая-целая цепочка от регулирующих органов государства до, соответственно, ответственности, вплоть до, скажем так, моральной ответственности работодателя за судьбу тех, кого он пригласил. Ну, я вот вас здесь всех слушаю, всех экспертов, сам живу в нашей стране и вижу, что, конечно, Сергей Павлович коммунисты правы, что это все бьется по хвостам. И вообще, если сложить все то, что вы сказали, пора менять систему, как говорится, да, и социально-экономический курс, который может исключить вот эту проблему на корню и решить, в принципе, такие проблемы, которые вызывают у нас вот этот шок иногда. Ну, и, конечно же, уходить нужно от этой навязанной модели мультикультурализма к хорошей, проверенной советской модели дружбы народов. Сегодня мы говорили на тему острую миграцию. С вами был Георгий Федоров и программа «Точка зрения». До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова